Куда пульт держишь, скажи, как звать тебя? Или чак? Игурочка! Куда идти? Сама не знаю! Для этих людей настоящая жизнь начинается после перевоплощения. Здесь, на сцене, шумный фарс или изысканный балет, неважно, все это наша культура. Те, кто посвятил ей жизнь, ежегодно собираются вместе, чтобы принять участие в одном из самых масштабных конкурсов Щелковского района. Соревнование за звание лучшего руководителя муниципальной организации культуры проходит уже в 14 раз. 14 лет – это срок. Сегодня вы видите на этой сцене участников, которые не являются руководителями самого первого эшелона. А мы, наконец, добрались до тех, по очереди, кто вершит свои труды, свою работу непосредственно с коллективами, с творческими, непосредственно в организации творческих мероприятий. И я думаю, что сегодня нас ждет что-то особо интересное и увлекательное. По традиции открывали конкурс выставкой в фойе. В этот раз ТОН задавала тема народных традиций. Придерживаясь тематики сегодняшнего конкурса, так как задание было дано за сохранение народных традиций, мы по этой тематике и придерживались. Сегодня мы, помимо своих композиций, которые у нас есть, выставили сегодня костюмы. Это костюмы вторая половина конец 19 века. И действительно, костюмы 19 века не пылятся на складе, а появляются на сцене в оригинальной постановке «Снегурочки». Драма Островского стала основной темой этапа конкурса «Домашние задания». Участники из 11 учреждений культуры инсценировали пьесу в различных жанрах – от мюзикла до детектива. Хочу вам сообщить, Ватсон, следующее. От любви до мокрого дела – один шаг. Холд, вы говорите загадкой. Это же элементарно, Ватсон. Она растаяла от любви. В роли знаменитого сыщика-звукооператора из Гребневского центра культуры и досуга Виталий Огнев. Для данного конкурса его своего рода закулисная профессия – редкость. И все же на сцене Виталий Владимирович держался ничуть не хуже иных художественных руководителей. К самой профессии звукооператора подходит очень творчески и даже играет в группе. На самом деле я творческий человек в натуре. И с детства, так сказать, мечтал о большой сцене. И вот постепенно реализовываю свои детские мечты. Помимо театральных постановок, на сцене можно было увидеть немало ярких хореографических номеров. 2016 год российского кино. В конкурсе «Вопрос-ответ» участникам предстояло вспомнить любимых актеров из старых советских кинофильмов, разобраться в современном кинематографе, ну и, конечно, знать особенности работы в учреждениях культуры. По результатам конкурса первое место заняли заведующие Медвежьеозерской библиотекой Людмила Смирнова и худрук Загорянского клубно-досугового центра Евгений Голенских. Главный приз Гран-при взял руководитель народного циркового коллектива «Юность» Василий Медведев. Победители представят наш район в борьбе за звание лучшего руководителя культуры Московской области. Александр Гранич, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».